Как и предсказывалось, безрассудное вмешательство администрации Байдена в конфликт на Украине подтолкнуло Китай ближе к России, навсегда положив конец американскому глобальному доминированию. И чтобы это стало всем очевидно, президент Китая Си Цзиньпин встретился сегодня с Владимиром Путиным в Москве. Одна из целей визита — выступить посредником в прекращении огня. Вы можете быть против сближения России и Китая. Но если вам не безразлична Украина, вы, наверное, хотите, чтобы война закончилась, но эта администрация хочет, чтобы она продолжалась. Вот их пиарщик Джон Кирби объясняет. Если они призовут к перемирию, вы считаете, Украине его следует отвергнуть? Да, считаем. И мы бы его тоже отвергли. По нашему мнению, это было бы недопустимым исходом сейчас. Конечно, мы хотим прекращения боевых действий, чтобы конфликт закончился, и он мог бы кончиться сегодня, если бы Путин поступил правильно. Но прекращение огня сейчас, по сути, закрепило бы захваченные у Украины территории и дало бы им время и пространство для подготовки последующих операций. А это просто неприемлемо. Ясно. Это второй раз, когда администрация Байдена пресекает любые попытки положить конец конфликту. Путем переговоров. Не заморозить, а попытаться закончить его. Второй раз. Потому что задача, конечно, смена режима в России. Трампа много критикуют в последнее время, но во внешней политике он мыслит гораздо яснее, чем Джо Байден или его маленький пресс-секретарь только что. Вот оценка Трампа, происходящего на Украине. Цитируем. Самая большая угроза западной цивилизации сегодня не Россия. Это, скорее всего, мы сами и некоторые из ужасных, ненавидящих США людей, что нас представляют. Глен Гринвальд, ведущий шоу «Обновление системы». Он присоединяется, чтобы дать оценку. Глен, спасибо, что пришел. Во второй раз, насколько нам известно, администрация Байдена пресекает любые попытки достичь прекращения огня. Почему это, как думаешь? С самого начала было ясно, что США хотят продолжения конфликта, чтобы он шел как можно дольше, потому что они не заинтересованы в защите Украины. Они хотят пожертвовать Украиной, допустить уничтожение Украины, чтобы продвинуться в том, что, как им кажется, представляет геополитический интерес для США в ослаблении России. И они делают это, используя Украину как пешку. Убить как можно больше украинцев, уничтожить всю страну, если потребуется, все, чтобы конфликт длился как можно дольше. И до сих пор правительство США говорило, что у нас нет позиции по тому, когда должен закончиться конфликт. Это зависит только от украинцев. Они могут завершить конфликт тогда, когда захотят. Если нет, мы их поддержим. И теперь их ложь раскрылась. Если послушать, что сказал Кирби, его спросили, готовы ли украинцы к перемирию, на что он не только ответил «нет», но и сказал, что мы этого не допустим. По сути, признав, наконец, очевидное, что финансируя конфликт и поставляя оружие для него, именно США определяют, когда и как он закончится, а мы, конечно, не хотим, чтобы он кончался. Как люди, настаивающие на принесении в жертву все большего числа украинских и российских детей, раз уж на то пошло, Как они говорят с позиции высокой морали? Они монстры! С чего им позволено читать другим нотации о правах человека? Идет пропагандистский нарратив с самого начала, что украинцы бравые и мужественные, сражаются за собственную страну, и нам следует их поддерживать. В реальности все наоборот. Украинцы не хотят, чтобы конфликт продолжался. Зеленский не использует добровольческую армию. Он использует армию призывников. Он призывает на службу, не желающих воевать людей, и неоднократно. Три раза за последние четыре месяца увеличивал наказание за дезертирство и за иные формы протеста против военных действий. Потому что украинцы знают, что их используют как пушечное мясо в интересах людей в других частях света. Это призывная армия. Этих украинцев заставляют идти и умирать в огромных количествах за то, что не в их интересах. В их интересах переговоры с русскими по соглашению, которое позволит Украине сохранить те части страны, которые хотят быть с Киевом. А Соединенные Штаты и Великобритания блокируют их исключительно из собственных интересов. Да. А потом еще получают нас? Здорово. Глен Гринвальд, благодарю. Спасибо за твой анализ. Спасибо, Такер. Субтитры создавал DimaTorzok